Как я сказал, меня зовут Влад Самойлова и сегодня я хочу поговорить про адаптацию и тренд, то есть мой посыл, моя задача в 2020 году, что-либо полезное сделать с таким процессом работы внутри компании, команд и продуктов, как адаптация. Давайте коротко представлюсь. В проектном продуктовом менеджменте я более шести лет. Работал в аутсорсинге, работал в продукте, работал в крупных телеком-компаниях, последний из которых это истар на позиции IT-порфолио Project Manager. Сейчас являюсь управляющим партнером продукта Connectable, это платформа по управлению HR-процессами для корпоративного бизнеса. Ну и также преподаю курсы проектного менеджмента в различных центрах, как и образования в Украине. Окей. Сегодня мы поговорим не просто о том, что такое адаптация, это по-моему так все понятно, очевидно. Мы поговорим про то, что же с этой адаптацией происходит на данный момент, почему важно адаптацией управлять и как с адаптацией нужно работать. Есть HR-ы вот тут в зале? Нет, или одного HR-а? Я один. Окей. Ну, если будешь желание мне о чем-то бросить, лучше после доклада, потому что если зацелить, значит я попал в яблочко, окей? И давайте в принципе по адаптацию, когда я этой идеей сдался, целью разобраться, почему же адаптационный процесс очень важен. Не только для каких-то, я не знаю, может глобальных структур, либо же небольших команд, для любой роли, в частности для кремов и кремов, адаптационный процесс критически важен и нужно управлять. В природе, вот я начал изучать этот вопрос и увидел, что в таком биологическом понимании адаптация это процесс, который настроен на достижение каких-то определенных целей, да, оптимизация, улучшение и повышение эффективности нового организма в окружающей среде. Ну, очевидно, да. Что нам говорит классическая теория менеджмента, что нам говорит про адаптацию? Адаптация это процесс акклиматизации в новом каком-то коллективе. То есть, мы говорим, что биологический процесс в природе нам диктует, что у адаптации должна быть цель, но почему-то в командах адаптация у нас ради процесса. Да, то есть адаптация ради адаптации. Это неправильно, я с этим не согласен и хочу прояснить, почему Кликер перестал работать, но мы что-то с этим сделаем сейчас. Давайте попробуем заменить. Да, окей. Для того, чтобы мы выставили процесс адаптации, мы смогли ее управлять и имплементировать необходимый инструментарий, нам нужно разобраться в тему работы. Но я говорю не про какие-то типы компаний, я говорю именно про организационные структуры. Это максимально важно, так как каждый процесс адаптации в каждой структуре абсолютно разный. Давайте коротко разберемся, поговорим о каждой. Функциональная организационная структура. Очень длительный процесс принятия решений. Функция пипо-менеджмента довольно-таки слаба. Сделаю одну ремарку, мы сейчас говорим не про правила, вот 100% из 100, вот так. Мы говорим про эмпирический опыт, который показывает, что в большинстве случаев именно так. То есть как происходит адаптация в функциональных структурах, где есть какой-то один руководитель, есть какие-нибудь бизнес-юниты, например, маркетинг и разработка. Приходит новый сотрудник, приходит пием, в лучшем случае, что происходит, его заводят в какую-то комнату, да, в OpenSpace, и торжественно печатают, а это Влад, теперь он работает с нами. Дает ссылочку на какой-нибудь там конфликт, где лежит документация. Ну и хорошо, если в конце дня или недели уходить и спросить, что там дела. Мы рассмотрим альтернативу матричной структур. Учитывая, что матричная структура – это сложный, более сложный механизм, организм самой компании, который предполагает возможности глобального масштабирования, и самое главное отличие в том, что есть отдельная функция пиемо, либо же его аналога. Куда, в принципе, приходит новый пием, новый сотрудник. Основные направления – адаптация в матричных структурах. В первую очередь, это линейная адаптация с руководителем. Кто, вот в своем, допустим, опыте найма, придя в компанию, понимал, что у меня есть задачи, которые нацелены на адаптацию с моим руководителем. Есть какие? Вот в вашем опыте. Хорошо. У вас есть данный пример. Хорошо. Хорошо, что для вас это близко, но плохо, что этого нет. Второе направление – это направление адаптации с вашим юнипом, то есть с вашими коллегами, с вашим IT-пиемо. Структурная адаптация. Адаптация с коллегами, с которыми вам необходимо будет делить родмак, с которыми вам необходимо будет делить те шейн-пулы ресурсов, которые вам предоставлены от кросс-функциональной функции. Ну и третий компонент – это кросс-функциональная адаптация с параллельными бизнес-юнитами и функциями. Давайте пробежимся по проектной организационной структуре. Что важно? Быстро принять решение, потому что ПМ, да, проектный менеджер, по сути, является единым органом власти для команды. Но при этом все равно необходимо учесть три важных компонента адаптационного периода. Это также влияние адаптации. Второе направление – это адаптация команды, потому что для команды, я уверен, что 99% из вас согласится, что невероятный стресс, когда приходит новый ПМ, и все думают, так, сейчас опять начну какие-то интересоваться темпки, рассказывать, когда мне кофе пить, ну надо как-то журу побыстрее еще одного из команды убрать. И что еще очень важно – это адаптация, нацеленная на адаптацию заказчика. Вот этого направления – это самая огромная ошибка современного рынка. От качественного процесса адаптации с заказчиком зависит в принципе результат и эффективность работы самого ПМ. Он может очень круто общаться с руководством, он может очень классно дружить и менеджерить команду, но если заказчик не адаптирован под работу с ПМ новым – это проблема. Всего четыре компонента в этапах адаптации, которые необходимо учитывать при планировании всех процессов и задач каждый раз. Давайте резюмируем. Адаптация себя. Да, но мы понимаем, что необходимо новому сотруднику биться в коллектив. Это окей. Адаптация руководителя. Насколько эффективно взаимоотношения ваши будут происходить в рамках вашей работы, задач и целей. Адаптация команды и адаптация заказчика. Просто must have. Независимо в каком порядке, некоторые будут быть параллельны, но самое главное – все эти четыре компонента цикла закрыть по результату адаптационного периода. Адаптация – это всегда стресс. Ну, согласно, да? То есть попадаем в новый коллектив, в новую команду, непонятно, что будет происходить, что случится. И поэтому гимификация очень хорошо работает здесь. Не только в каких-нибудь там командах, скрам, еще что-нибудь. Работает именно очень хорошо в адаптациях. Поэтому максимум гимификации, минимум спресса. Любая адаптация, любая задача в рамках данного адаптационного периода должна иметь свою ценность. Мы не делаем что-то из процесса, а не процесса. Какая-то адаптация нацелена на оптимизацию расходов. Какая-то на сокращение, допустим, ресурсов в причастности к адаптации новых участников. Но всегда должна быть конечная цель. Что еще важно? Ну, мы не хотим же попасть на какие-нибудь сайты прекрасного IT, на какие-нибудь другие ресурсы, которые будут рассказывать, как все плохо происходит, и потом нужно будет как-то с этим бороться. Но зачем? Репутация. Очень важна репутация. Как своих каких-то сотрудников, так и команды, так и компаний. Поэтому качественная адаптация – это всегда залог успеха репутационных рисков. Ну и еще один тезис для максимального качества эксплуатации человеческого ресурса – он должен быть максимум погружен в процесс. Это важно. Если я, как новый клиент в рамках новой компании, не прошел цикл адаптации, мои внутренние тревоги не дадут мне сделать максимальный перформанс. Все просто, на самом деле. Даже с адаптацией все просто. Но об этом стоит немножко поговорить. Мы же сами видим, что цикл работы с адаптационным клиентом, он похож на цикл ведения проекта. Да, есть какая-то инициатива. Пришел новый сотрудник. Есть планирование адаптации. Индивидуальный подход. Потому что даже в компаниях, в которых есть какие-то аспекты, какие-то планы, адаптации, все равно они просто универсальны. И для разработчиков, и для клиентов, и для офис-менеджеров. Ну так же не может быть. У всех же разные функции, у всех разные задачи. Но для того, чтобы чем-то управлять, нам необходимо вести постоянный цикл работы с каждым этапом процесса. Чем сам этап адаптации и проект? Если мы там также должны выполнять какую-то инициативу, мы должны выполнять планирование, выполнение каких-то действий, контроль, ну и результат получить после завершения цикла адаптации. Поэтому адаптацией важно управлять так же, как мы управляем проектом, продуктом, командой, whatever. Не сработала у меня анимашка тоже почему-то. Надо как-то запишь, чтобы вы не смотрели пока остальные. Окей, давайте к инструментариям. Менторинг, баддинг, иностранничество. Всего идут в модные слова. Они на самом деле очень хорошо работают. Ментор – это не значит руководитель. Ментор для ПМа – это не значит другой ПМ. Для нового сотрудника ментором может стать абсолютно любой участник команды, компании, которые как-то чуть-чуть дольше не работают в этой компании. Что такое менторинг? Это полная ответственность за нового участника в какой-то акклиматизации, начиная от того, какая кофемашина отпускнее кофе варит, заканчивая от каких-нибудь лайфхаков, а также заказать бесплатный пропуск на второй монитор. То есть те же проблемы. Можно месяцами ждать второй монитор, хотя вроде бы ты все правильно делаешь. Поэтому нужен бадди, который сможет максимально, эффективно, быстро и комфортно в неформальном сноуке погрузить нового сотрудника в команду и во все процессы. Далее. План корпоративных мероприятий. Да, конечно, во многих местах он и есть. Вот я прихожу как новый клиент в команду, вижу, что у меня в пятницу, я не знаю, пицца Friday Day. Через две недели у меня какой-нибудь, какая-нибудь встреча департамента. Я хожу каждый день в футбол и думаю, а как же мне подготовиться к встрече департамента? Какие там правила? Что нужно там делать? Мне непонятно. У меня просто в календаре есть этот мид. Все. Но если я не знаю какой-то детальной информации, для меня это стресс. Я буду две недели в стрессе. В итоге приду в костюме тройки и не попаду. То есть, ну, мимо. Там, оказывается, нужно было в Гавайи подойти. Поэтому план корпоративных мероприятий подразумевает детальную подготовку. Они просто встречу в календаре. Окей, точечный подход. Коротко. Это такая экспертиза выигранных процессов. На базе методологии ТОП, допустим. Мы можем в формате какого-то аудита взять любой процесс в рамках функции пьема. Любой процесс. Оформление заявки какой-нибудь. Удобство пользования бутными системами. Вход в офис. Работа с командой. И просто сделать какой-то его аудит. И проверить, все ли окей. Или же можно что-то доработать. Далее. Корпоративный пиар. Не буду вообще задерживаться на этой штуке. Например, дата арк, он очень крутой. Но он должен быть в каждом абсолютно каждом аспекте. В каждом юнике. В каждой команде. И он подразумевает не просто сделать московым там на всех сотрудников с письмом, что у нас в команде Влад Самойлов поприветствуем. Ну, классно, да, но наверх этого недостаточно. Я даже могу не прочитать это письмо, если оно мне придет. Поэтому подход корпоративного пиара в рамках внутренних ворк-плейсов или еще чего-то должен быть максимально комфортным. Я должен понимать, что меня встретили, что меня приняли, и я уже здесь. Все окей. Конфибрационное управление. Я, как новый сотрудник, пришел в офис. Мне нужно узнать, допустим, информацию, как же мне, к примеру, получить место на парковку. Мне сказали, что какой-то Тарас Тарасович за это отвечает и может информацию дать. Я бегаю по офису, я ищу этого Тарасова. Мне нужно делать задачи. Зачем? Если можно просто эту процедуру написать в виде документа, положить какой-нибудь драма. Конфиненс, шерпоинт, неважно. Заактивировать и просто новому сотруднику давать ссылку на все материалы по всем процессам. И любую свою потребность, как новый сотрудник, я смогу закрыть, найдя ее вот в этом каком-то архиве материалов. Карта коммуникации и Rassi работают максимально эффективно в тандеме. Про Rassi вообще говорить не буду, вы все знаете этот инструмент. Но знаете-то знаете, но я уверен, что далеко не каждого важного стейкхолдера у ваших функций вы сможете найти в этой Rassi в текущих ваших командах. Это будет исторический вопрос, просто задумайтесь. По карте коммуникации я хочу отдельно несколько примеров привести, потому что данного инструмента я фактически не встречал на рынке, но он очень круто работает. Вот пример карты коммуникации для многочисленных компаний. То есть если у нас в компании, к примеру, 5000 сотрудников, мы же не будем рисовать 5000 квадратиков, которые там между собой как-то взаимодействуют. Нам необходимо всего лишь написать функциональное и линейное взаимодействие между теми или иными функциями, бизнес-функциями, юнитами, как хотите называть. Но я должен понимать, как новый сотрудник, что к моей команде никогда не придет спонсор проекта и напрямую не выдаст какую-нибудь задачу. Это не бюрократия, это правила, которые помогают процессам управлять. И мне, как новому сотруднику, вот эти вот правила узнать не через два месяца, а уже в первый день. В карте коммуникации очень важная наглядная визуализация. Тут представлено две карты коммуникации. Давайте рассмотрим их. На первой карте коммуникации у нас Петечка, какой-то Петечка, да, общается со Светочкой. Какой-то Светочкой. И общается он через поленьку. Как мы видим, поленька не совсем структурный парень, да, поэтому и коммуникация у них, наверное, тоже весьма специфическая, там еще и специфические каналы происходят. Но это правило. И я, как новый сотрудник, придя в компанию, я сразу вижу, что вот без поленьки, в принципе, я ничего не сделаю. Мне нужно найти подход, мне нужно найти поленьку и выполнить коммуникацию именно через него. Второй пример показывает, что Слзы напрямую к разработчикам не ходят. Ни с задачами, ни с запросами на эстимейшены, ни подскажи, пожалуйста, там какой-то темен, ни с чем. Ну, я думаю, с героином, не здороваться даже. Мы говорим про рабочие задачи. И делают это только через пьема. Тем самым у разработчиков большая концентрация на какие-то процессы свои внутренние. Нету хаоса, нету какого-то месса в формате взаимодействия каких-то подозрений. И для вас это максимально комфортные условия для качественного управления и адаптации с пониманием, как это все работает. Первый пример – картинка из какого-то мультика, наверное, да, или несколько садиков. Второй – это живой пример карты коммуникации действующей команды. Но если ваша команда говорит, что им окей вот этот вариант, ну вы отхажете им? Ну я не думаю, что вы им отхажете. Если удобно, давайте пользоваться. Есть еще такой вариант карты коммуникации. У нее, например, крайне неудобно. Вот я вообще, я смотрю, и мне прямо аж дискомфортно. Но если команда говорит, нам удобно понимать вот эти маршруты взаимодействия между какими-то единицами или функциями, для нас это нормальный вариант. Но почему нет? Да, он имеет определенные минусы, он не масштабируем, он какие-то правила не соблюдает в плане визуализации, непонятно, вот как он сделает какое-нибудь изменение. Да, если у нас какая-то функция меняет маршрут коммуникации, ну я, наверное, только ночь просижу для того, чтобы понять, как оно работает изначально, и как его изменить. Проще, наверное, перерисовать. Любой вариант, абсолютно любой вариант, который в команде удобен, абсолютно окей. Самая большая ошибка, это вот ем листовать карту самостоятельно, где ему там, не важно, на доске, на батмане, прийти, команде, бац, на доску. Теперь мы работаем так. Так, ну нет, ну нет, я буду навести команды, и я делаю, как навести команды. Нет, принципиально нет, что ты диктуешь условия. Мальчик, идите за ней с делом. Поэтому карты коммуникации, как и любой командный инструмент, необходимо создавать с командой, с непосредственным участием команды, и все стейкхолдеры, которые к этому процессу привлечены. Тогда вы получите уже автоматический коммитмент от каждого, и тогда это будет общая ответственность за данный инструмент. Это важно. Хорошо. Давайте быстро подожмемся по метрикам. Я хочу обратить внимание только на единственный пакт. Как мы можем управлять проектом, если у нас нету точных цифр бюджета, если у нас нету точных цифр ресурсов, если у нас нету тат, у нас нету четкого скопа. Ну, в моей практике никак. Все, что должно быть управляемо, должно быть оцифровано. Если у вас нету метрик и понимания, что в рамках адаптации хорошо, что плохо, что результата, что нет, ну, увы, увы, это только потраченное время. Поэтому, если мы хотим достигнуть какого-то результата, нам необходимо его оцифровать. И опять же таки, даже эти метрики должны формироваться с участием того сотрудника, который будет их выполнять. Ну, это логично. Если я должен выполнить какую-нибудь цифру, то я должен понимать, зачем это мне, как мне это сделать, и почему я должен это выполнить, с какой основной брейдот этого вообще компании и команда. По периоду адаптации. Кто встречал в своей практике, вот сейчас давайте честно, подумаем, 5 секунд и ответил. Период онбординга длительностью 3 месяца. Встречали? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вам повезло. Я, допустим, среди своих коллег, в своей практике, я встречаю, ну, две недели максимум. Это вот команда, там, компания, руководитель говорит, слушай, ну, если за две недели ты не адаптируешься, ну, это странно. Нет, это не странно. Это абсолютно не странно. Потому что любая теория и эфирический опыт уже от больших тестов говорит о том, что базовый адаптационный период от 300 до 3 может длиться. Это неплохо. Это возможный минимум. Если мы говорим про какие-нибудь управляющие позиции, например, head of PMO, какие-нибудь там senior плюс и так далее, ну, такой middle плюс менеджмент компании, то его адаптация может быть вообще полгода. И это тоже нормально. И нам нельзя подгонять этот процесс. Мы можем его оптимизировать и им как-то управлять, но не подгонять нам пора. Это критически неправильно. Что очень важно. Если мы говорим про какой-нибудь ап по seniority level, то этот процесс может длиться, в принципе, до дальней. год, два. И это тоже естественный процесс оптимизации и формации организма в новой окружающей среде. Если мы не говорим про тех ребят, которые приходят в компанию на три месяца, потом я не говорю, я в курсе, 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 я туда иду. Мы сейчас таких отпустим. Ну, и это только при условии, что с человеком, с сотрудником мы работаем непрерывно. То есть мы не можем его бросить на год и потом, переводя, какой-нибудь там делать чейндж-команды и адаптироваться за месяц. Нет. Это непрерывный процесс работы с сотрудниками. Конечно же, будут ошибки. Но кто не делает ошибки? Есть такие? Я, правда, вы говорите, я тоже их очень много делаю. И в адаптации, и в управлении адаптацией будут ошибки. Но эти ошибки можно митигировать и немного смечить резонанс этих ошибок. В первую очередь, когда мы нанимаем кого-то или же идем к найму, нам нужно понимать, что мы, конечно, подрисуем себе изюмешку. Мы добавим или какие-нибудь там скилл-свет какой-нибудь, масштабируем, что-нибудь, дорисуем. Но это не должен быть обман себя. Потому что, когда сотрудник чуть-чуть подрисовал изюмешку, там, рекрутер, какие-нибудь, я не знаю, ремиты последующие, хотели бы здесь закрыть вакансию. То есть, с одной стороны рассказывали, с другой стороны рассказывали, подписали контракт, начали работать, и что-то как-то вот и сходится про то, что было у нас обследование и то, что получается по факту. Далее, не может адаптация быть эффективна, если кто-то один всего лишь участвует в этом процессе. То есть, если сотрудник понимает, вот я, допустим, я, прихожу к компании и понимаю, что мне нужно адаптироваться, мне нужно адаптировать себя, команду, заказчика, мне нужно адаптировать моего руководителя, чтобы наши процессы были эффективны. Но если это понимает только я, и никто более, то, ну, успешность этого процесса абсолютно минимальна. Далее, про цели метрики мы проговорили, не может быть одна и та же цель адаптации, одна и та же метрика абсолютно для любой роли в команде. Но это очевидно. Для пьема один процесс, одни метрики, одни цели. Для разработчика другой процесс, метрики целей и так далее. Другое влияние здесь говорит нам не о том, что он кто-то плохо влияет, а просто окружающей среды также важно контролировать и мониторить. Вот самый важный тезис это про испытательный срок. Испытательный срок абсолютно не равно адаптации. Мы не подгоняем эти два термина, мы не закрываем адаптацию вместе с испытательным сроком и наоборот. Это абсолютно разные аспекты для развития сотрудника. Это то, что важно помнить. Я не буду идти по каждому пункту просмарка вообще не хочу, он даже случайно сказал вслух, не хочу про этот пункт говорить, потому что это уже даже пошло говорить об этом на каких-то, я не знаю, вентах, в командах. Но в теории это пошло, а на практике это это почти никогда не бывает. Мы все знаем, что это, но если взять любую метрику сейчас вспомните ваши как-нибудь там internal system, где вы идете заявки, ваши адаптации, ваши рекрутные процессы, вспомните свои метрики. Они все посмарк, но если так, то я вам завидую. Поэтому можно минимизировать какой-то импакт от неверных действий, но очень важно понимать, что мы не можем это сделать самостоятельно. Мы не стесняемся на собеседовании спрашивать у рекрутера расскажите пожалуйста подробно как проходит у вас адаптация. Если рекрутер падает в краску, то нужно задавать вопрос руководителю, нужно задавать вопрос кому-либо, потому что вы придете, потратите время, потратите другие оферы, придете в компанию, а там просто хаос. Там просто хаос. И вы не то, что не захотите с этим бороться. Просто как в некоторых кейсах да-да, я сейчас на обед схожу и все. И с обед не возвращаемся. Поэтому этот момент нужно програбатывать заранее, качественно и глубинно. Как вы считаете, какая самая главная ошибка в процессе управления адаптацией? Не хватает ресурсов денег. Окей, еще какие варианты? Не получивайте людей. Не тоже как вариант, да, может быть, в следующий раз поставлю этот вариант. Какие еще варианты? Все морозятся, да. Что вы говорите? Переоценка сил. Переоценка сил. Ну, я видео будете, я все запишу, потому что каждый этот вариант, он действительно является ошибкой. Но главная ошибка, я считаю, вот такой вариант. И когда мы делаем ошибки, а мы все делаем ошибки, и на стороне работодателя, и на стороне кандидата, который ищет работу, или же просто сотрудника текущей компании, нам важно понимать, что все ошибки совершают, но их необходимо признавать. Если мы все-таки понимаем, что адаптация не удалась, да, понимаем с двух сторон, или же со стороны компании, или со стороны кандидат, это нужно принять. Ну, это нужно принять. Это нормально, это бывает. Зачем портить человеку жизнь, добавляя его в какие-то плэклисты, в ваши рекрутерские телеграм-каналы? Вот зачем это все не нужно? Зачем портить репутацию компании? Зачем портить репутацию себе? Необходимо правильно, красиво разойтись в разные стороны. Правильно, красиво разойтись в разные стороны, с такой формулировкой точно не получится. Если какой-то день вы говорите сотруднику, знаешь, ты классный, ты супер, просто не подходим друг к другу. Ну, это же не причина, это не может быть взвешенной объективной причиной для того, чтобы закончить отношения, то есть какие-то рабочие отношения. Поэтому необходимо говорить правду. У нас были метрики, да, у нас была дотация, вот мы с проводниками стране, вот результат. Ну, мы уже видим, что это объективная оценка. Я бы, например, в таком кейсе уходил бы с более приподнятым духом, чем думая, ну, все, может, там пойти куда-нибудь в скоройку или еще куда-нибудь, может, не мое вообще это. Окей, какие ключевые еще моменты, если мы идем в бизнес отношения с кем-то, я как наемный сотрудник иду, я должен понимать, что первое впечатление я не произведу дважды. Только с первого раза у меня есть попытка какие-то бросить якоря в наших будущих взаимоотношениях. С первого внешнего вида, с первого сказанного слова, с первого лица, с которым вы заходите в компанию, в переговор, неважно. И первое впечатление не произвести дважды. Это касается истеровой компании, на что также нужно обращать внимание. Хочу исключительно из опыта своего и опыта многих своих коллег 95% не хочу говорить цифры 99, 95% уверенности в том, что если не получилось пройти успешно дотацию с первого раза, это не значит, что получится с третьего, с четвертого. нет. Стоп, красиво разойтись, заархивировать кейс, как кандидату, уже сотруднику, кандидату, не важно, как и компания, выписать, что мы делали, как мы делали, что мы делали правильно, что нет, и какой результат нам это дало. Не пробовать еще раз, не пробовать еще раз, а давайте еще три месяца попробуем уже дотацию выполнить. но нет, но это не работает. В любом случае это приведет к одному и тому же результату. Ну и конечно же, конечно же, нужно работать очень плотно, работать над ошибками. Каждый из вас как минимум был на том собеседовании, после которого вы получили мотивированный фидбэк. Все были на таком? Четыре человека, все и только было. Ну все были, я уверен, хоть один раз в жизни, но мы были на собеседовании, после которого мы перезвонили, сказали, что я не готов вас далее продолжать с вами сотрудничество. Мы сделали работу над ошибками, мы разобрались в чем причина. Мы разобрали, мы запросили фидбэк конструктивный, а не просто вот этот сухой шаблон в письме. Мы перезвонили и спросили, окей, я понял, спасибо за правду связь, но дайте, пожалуйста, конструктивный фидбэк. Мне это важно, я буду вам очень благодарен, я готов даже дать какие-то положительные, позитивные рекомендации о вас, но дайте мне конструктивный фидбэк, что именно, над чем именно мне нужно работать далее. Ну, окажется, это касается как работодателя, так и наемного сотрудника. Вот сейчас просто дам вам золотую пулю. Вот это проверено просто годами, проверено сотнями тысячи людей, алгоритм работы над ошибками. Давайте я начну с первого пункта, далее будем вместе все. Надеюсь, не угадывать, а просто предполагать. Ну, это очень интересно, да? Работа над ошибками сама собой предполагает сначала что-то сделать, то есть ошибку сделать, на какое-то действие сделать, и это действие приведет к пониманию ошибочного намерения. Ну, логично, да? Что-то сделать нужно. У нас мы проговорили о том, что необходимо заархивировать есть, необходимо что-либо нам будет протестировать, как это работает вообще в реальных условиях. не в теории, которую вы там слышите на конференциях, вам кто-то рассказывает, значит, это правильно. Попробуйте протестировать в реальных боевых каких-то условиях, на практике, в бизнесе. Какой третий шаг? так. Презентацию мы увидели, да? Нет? Ну да, анализировать. Нам необходимо проанализировать, что у нас получилось. Первый шаг мы сделали, а и больная ошибка. Уже понятно, есть ошибка. Мы какие-то провели различные гипотезы, как это может быть в реальных условиях. как мы можем сделать последующий какой-то реплан, как мы можем провести какие-то изменения, если мы сделали ретроспективу. Мы проанализировали, что мы сделали, в каких условиях, с кем и какой-то произвел результат. Ну и четвертый пункт замыкающий, который на самом деле наверное важен, более важен, чем все предыдущие дни. Такой вывод. Как вариант, но не на этой презентации. Вопросы силы. Делай снова. Делай снова. Еще. Усовершенствуй. Усовершенствуй. Все гораздо проще. Все гораздо более проще. Если мы будем что-то делать, что-то там тестировать, анализировать, то все равно нам нужно повторять снова и снова. Мы же с вами знаем кучу примеров из каких-то мировых успешных кейсов про Эдисона, про основателя ФСИ. И можно до бесконечности этот список формировать тех людей, которые сотни и тысяч раз делали ошибки, но как раз таки только имея этот четвертый пункт они смогли добиться какого-то конечного положительного успешного результата. Я готов на ваш вопрос ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это было хорошо, но вопросы тоже предъявляются, да? Есть вопросы? Я надеюсь, что вопросы будут. Есть, отлично. Спасибо уже за первый вопрос. Не знаю, еще какой, но спасибо. Я бы хотела узнать о вашем опыте. Как часто вы применяли к себе ваши техники адаптации? У нас вопрос скучно. Да, спасибо. Если говорить именно о практическом опыте, то, безусловно, это не произошло бы, я там начал свой карьерный путь и такой умный все это использовал, все это делал. Конечно же, нет. Я, в принципе, этим вопросом заинтересовался, наверное, только года через 3-4 просто работаю в каких-то различных типах компаний. Я заинтересовался потому, что я начал плотно сталкиваться day-to-day и начал салатываться с менеджментом команд, с people-менеджментом. И мне нужно было не просто при каких-то обстоятельствах писать HR-у, обвинять в HR-у, перед кого-то не наняла или наймал. Поэтому я начал изучать этот вопрос и, конечно же, в стабцентрах это не работает. Но процент успешности гораздо повышается. Я еще до сих пор изучаю эту тему. Это не конечный список, это то, что я уже смог узнать, протестировать. Конечно же, у меня нет статистики, что данная презентация успешна на 86,4%. Но значительно результат в функции people-менеджмента улучшился. То есть мне стало комфортнее работать с командой, потому что я могу как-то этим процессом управлять. То есть повлиять на этот процесс. Мне стало комфортнее работать с моим управителем, когда в какой-то момент или с партнером, или с заказчиком, неважно, мне стало комфортнее, потому что мы договорились о том, что это важно, о том, что это должно быть. Давай поэкспериментируем. То есть я не заставлял, а предложил эксперимент. Сделали эксперимент, действительно, что-то работает. Понятно, что не все. То есть, если резюмируем мой длительный ответ, нету каких-то статистических данных, и быть не может. это не теория вероятности, которые мы послушали на другом потоке. Но есть определенные визуальные ощущения, что и ты можешь влиять на результат, и тебе комфортнее приходить к компанию. Я хожу постоянно по собеседованию. Я последние, наверное, несколько лет я хожу постоянно по собеседованию по различным компаниям, для того, чтобы понимать вообще, как этот процесс происходит, для того, чтобы понимать, как меня людей занимает, для того, чтобы как-то скилровать. поэтому лучше, но нигдеально, внешним согласом. Спасибо за вопрос. Можно на каком-то? Не кажется ли вам, что отдавать на доступ команды все процессы собственно формирования адаптивной схемы, ну, в частности, было про это достаточно предоточительство в отношении команды, что может быть имеет смысл создать там без практики, в определенном, и масштабировать, и предлагать уже готовые решения для многих команд, которые, может быть, действительно, даже не имеют опыта в этом, и даже не знают, как к этому подойти? Спасибо за вопрос. Смотрите, если, будучи вы как участник этой команды, вы уникальны, как и любой из нас, сидящий в этом зале, и вест-проектис это очень общий подход, и без понимания, кто это, в любом понимании, индивидуальности каждого сотрудника невозможно создать форму, как это будет работать. Я, в принципе, сторонник, если мы говорим по подходу в менеджменте, нет универсального подхода, демократический, или директивный, не существует. То есть, сначала мы должны понять человека, как своего руководителя. Вы приходите, вы должны найти подход. Он может быть абсолютно не системным, поэтому мы подаем расчеты какие-то графики, какие-то лица. Им нужно красным большим словом хорошо или плохо. Поэтому, учитывая, что каждый из нас очень индивидуален в своем как-то персональном характере и также в командном характере, потому что один и тот же человек в команде он абсолютно себя может в другом вести. Я, на самом деле, очень интересный вопрос, и я, наверное, задумываюсь, попробую сказать на текущий момент просто не успел это сделать. Хороший вопрос. Были ли случаи, что вы приходили в компанию, в команду и вам уже предлагали какие-то решения? Решение касательно чего? Адаптации. Да, конечно. Когда я приходил в компанию, уже были решения к адаптации, но в последнем уроку, почему я еще больше не поднул эту тему, потому что, когда я выводитель спрашиваю, вот скажи, пожалуйста, у меня есть какие-то пункты адаптации, можешь мне объяснить. Вот зачем мне эта медика, а как она считается и как мне ее достигнут? Когда я вижу смущенный в руководителе, он говорит, ну, мы циклеем, чтобы мы сейчас не понимали, что. Когда я говорю, а как может моя адаптация, допустим, в рамках каких-то просто бесполезных процессов, вручки, документации на столе слов, повлиять на комфорт введения меня в команду? Он говорит, отстань, ну, если очень гордко, да, закрываем, ставим галочки и заканчиваем. поэтому мне еще более глубоко захотелось изучить и какие-то понять, что это подходы. Да, конечно, было, и особенно в современных реалях, у, допустим, функции пипл-менеджмента есть очень много PPI, которые одни формально создают, а другие формально выполняют. Вроде все молодцы. Конечно, вы, да. Еще давайте, наверное, по времени у нас один максимум вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вы представляете себе менеджмент, удобный менеджмент, если он происходит со стороны заказчика? То есть, есть еще анагарная разница во времени? Спасибо за вопрос. Смотрите, про удобный менеджмент. Удобный менеджмент, в моем понимании, это эффективный менеджмент. Моя роль как пьема, как менеджера тех или иных команд, не в том, чтобы сделать комфортно себе, а в том, чтобы сделать эффективный процесс формирования и создания данного продукта. Заказчика очень разная ситуация. Я работал с абсолютно разными континентами, работал как с СНГ, как там с Инверпуром, с Японией, штатной, конечно же. в понимании какого-то базового программального менталитета, а подход в понимании, как человеку может быть эффективно, то есть, чего он ожидает, может за что-то денег платят, правильно? По сути, если бы он хотел просто продукт, то вариант у нас будет на рынке. Очень много талантливых команд, которые просто готовы сплатить продукт здесь и сейчас. Но он платит еще денег за эфишин. То есть, не только за эффекты, такое понятие, а за лишние конторки, которые мы не дадим. Поэтому, опять же, очень индивидуальный подход. Менталитет важно понимать, но, наверное, это не основное. Я постарался ответить на ваш вопрос, если не получилось, нужно сейчас после отклада предложить. Давайте последний вопрос. Давайте, я думаю, что мы успеваем, я тут согласовала, как раз ответить на два вопроса. Следующий вопрос от Эльчара, поэтому мы не можем его не обеспечить. Мы уверены. Как вы определяете успешность эфишин? Вы сказали про метрики? Какие метрики в вашем понимании являются показателем того, что адаптация прошла успешно? Потому что, если мы не составляем это с испытательным сроком, то есть, человек может успешно пройти испытательный срок, но адаптация провалит. как? Смотрите, спасибо за вопрос. Я прям наше напряжение. По поводу испытательного срока. Испытательный срок это больше челлендж на квалификацию. То есть, есть рабочая задача, если справляешься эффективно, значит, все просто, то окей. Если неправильно, значит, не окей, но соль. Если говорить про адаптацию, медлить много. Вот, допустим, тоже НПС, да, какую-то удовлетворенность можно мерить по всем слик-комнерам. Вот я работал в компании, где НПС мерился по всей моей матрице стейк-холдера, которую я сформировал. Там было более 35 участников, с которыми я мог просто один раз в месяц созвониться какой-то запрос сделать. И они все равно влияли на мою эффективность. они меня оценивали. Зачем? Зачем? Если главное, допустим, тоже наша метрика какая-то НПС, может быть от команды, от руководителя и от основного стейк-холдера, то есть, моей стейк-холдера. Метрика должна мне, допустим, непонятно, как в моем портфеле адаптации метрика влияния на увеличение дохода компании, вот как она коррелирует. Мне непонятно. Соответственно, мне не должно быть. Самые главные метрики, касающиеся удовлетворенности и эффективности команды, в том числе утилизации ресурса. Sorry, что утилизация ресурса, да, но ресурс человеческий тоже ресурс, поэтому дизайн-то есть. это удовлетворенность моего заказчика, то есть, вот этот формат не только эффективный, но и фишн, 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 и удовлетворенность и эффективность моего родителя. Но, окажите, если взять стандартный метрик и адаптационный ринда в большинстве компаний, то там не про это. Если, кстати, прочий кризис-метрик, я могу поделиться потом в рамках уникарсов онлайн, обсудим, может быть, даже что-нибудь дополнительное чек-ризис. И последний вопрос. Добрый день. Да, можете вы, исходя из своего опыта, назвать стоимость адаптации куда средняя, возможно, в часах, и зависит ли время адаптации от уровня в проект-менеджерах, это условно junior, middle, senior. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Братья начну со своего конца. По поводу junior, middle, senior. Да, зависит, вот как мы проговорили, если мы лоу-менеджер в компании, то адаптационный период может быть месяц или трёх. Если мы говорим про там high-level security в какой-то радиовой модели и то middle-blues позиции, то адаптационный период больше по той причине, что объём ресурсов и взаимодействующий стеклограмм больше. То есть это очевидно. По поводу стоимости, знаете, тоже очень хороший вопрос в деньгах посчитать универсально, сказать, что 100 тысяч долларов стоит адаптация медла, пьема в компании. Ну, таких ресурсов нет. То есть, посчитать это тоже сложно. Всё очень универсально и, опять же, если вы проходите адаптацию в MSL, исключительно самостоятельно в компании, то стоимость исключительно ваша ресурс. Если вы это инвестирует компания, и она готова принять и осознать, что адаптация до них две недели просто окунуться, вы мы друге не окей, погнали. Это очень универсальный подход. А также это уже второй вопрос, который я возлюсь на заметку, проэксперементируя на ближайшую облачную. Спасибо за мое.